Я думаю, что это школьники сделали, наши дети, наша беда. Для Римы Закировой парк «Черное озеро» – любимое место для прогулок. Благо, живет недалеко. Сегодня она с трудом передвигалась по протоктанным дорожкам. Здесь темно и кругом осколки фонарей. Женщина признается, днем ранее даже видела злоумышленников. Но тогда их присутствие не придало значения. На моих глазах это делали школьники. Это явно не взрослые люди. Взрослым это не надо. Вот здесь рядом школа. Они мимо парка, через парк ходят домой. Вот такие разбитые плафоны от фонарей лежат по всей территории парка. И сегодня здесь гораздо темнее, чем обычно. Кому это было нужно и как такое могло произойти прямо под окнами МВД? Полицейские нам сообщили, что о погроме в курсе и сейчас идет проверка. Однако от конкретики воздержались. Данному происшествию квалификация пока не дана. Вандаризм это или просто хулиганство. В настоящее время по данному факту сотрудникам полиции назначена проверка, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Черное озеро не первая жертва хулиганов. Вандалы орудовали в десятках парков и скверов не только Казани, но и других городов и районов республики. А вырванные с корнем кусты растения в московском заряде и вовсе потрясли Россию. Примерно Горкинско-Аметевского леса, где, к сожалению, в какой-то период была украдена подсветка моста. Слава богу, потом восстановили. Хорошо было бы, если бы в парках появилась охрана. Пока, к сожалению, на это нет финансовой возможности, но мы будем делать все для того, чтобы это появилось. Почему татарстанцы не ценят красоту вокруг? По словам экспертов, всплески такой неоправданной агрессии в последнее время случаются все чаще. Надо рассматривать это действие как действие против какого-то символа. Символ нормальной жизни, символ благополучия. Люди, раздражаясь на это, проявляют таким образом свое негодование. На восстановление фонарей в парке Черное озеро времени совсем немного. Открытие отреставрированного пространства запланировали на 25 декабря. В дирекции парков и скверов уверены, что к своему открытию Черное озеро не останется без света. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова